Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале свежих обзоров на все, что происходит в нашей игре, ну и соответственно на то, что разработчики закидывают в виде товаров, предложений, либо рулеточки, контейнеров. Хотите вообще ничего не пропускать в нашей игре? Подписывайтесь на этот канал, а еще подписывайтесь на второй мой канал по ссылочке в описании. Сегодня в части игроков прилетела рулетка на сертификат на девяточку, ну а в другой части игроков прилетела рулетка на TL7120. Мне прилетела рулетка на сертификат исключительно на основу, а на все мои твинковые аккаунты я получил вот эту рулетку. TL7120 далеко не предел мечтаний, далеко не самая крутая девятка, но в целом получить ее было бы неплохо по какой-нибудь приемлемой цене. По цене, кстати, 18 прокрутов рулетки обойдутся вам в 16500 голды, с учетом того, что рулетка на сертификат на девятку стоит 17750, но только там вы из сертификата можете получить какую-то из девяток, а здесь есть конкретный танк. Поэтому, если конкретно TL7120 вам не хватало в коллекцию или именно о этой машине вы мечтали, то вот вам, пожалуйста, готовы отдать 16500, забирайте, начинайте крутить ее до конца. Почему так говорю? Потому что шанс выпадения самого танка, я бы сказал, не сильно велик. 0,09%. Такой же, кстати, процент идет на сертификат на девятку. Есть легендарный внешний вид к этой машине и стоит отметить, что на него шанс выпадения 1,42, что в целом вроде бы неплохо, потому что есть контейнер с атрибутом ангара, который имеет меньше шанс выпадения. Но опять-таки не факт. Так или иначе, стоит сказать, что предполагая, что на 17 прокруте вам выпадет легендарный внешний вид, а на 18 прокруте вам выпадет танчик, то тогда полная стоимость рулетки вам обеспечена. Ну а если вам повезет забрать танчик, допустим, на 16 прокруте включительно, то тогда заберете его без чего-то из этой рулетки за 12975, ну будем говорить за 13 косых. Ну а 17 прокрут вам обойдется уже в полную стоимость в 15675. В целом, я бы сказал, что за 16 прокрутов забрать себе данный танк девятку, если у вас его не было и вы его хотели, в принципе, неплохо. Здесь есть 4 контейнера собери их все, 4 контейнера мистических, ну и всякого рода шелуха, как я ее называю. Ну что, ребят, давайте покрутим, у меня в запасе есть 5000 с копейками голды, которые я не постесняюсь ради вас слить в эту рулеточку. Исключительно для того, чтобы вам показать, как что из нее падает, ну и, соответственно, возможно, вы от этого будете отталкиваться, когда будете принимать решение, крутить ли эту рулетку в целом, ну или крутить ее до какого-то конкретного момента, когда стоит остановиться. Делаю исключительно для вас это, поскольку на твинковом аккаунте, а уж тем более, TL7120 меня не сильно интересует, поэтому буду благодарен, если лайкните данное видео за мои труды и старания и за мои 5000 потенциально слитой в унитаз голды. Забираем все из песочных контейнеров, из которых, как правило, ничего не падает, ну и, соответственно, продолжаем триумфальное шествие в сторону никуда. Кстати, получил интересное сообщение в игре от одного из зрителей, от одного из друзей по поводу того, что говорит, ГСН, я удивлен, почему ты так плюешь на песочные контейнеры. Я вот 10 контейнеров открыл и получил 7 сертификатов. Я, честно говоря, подобалдел. Неужели действительно разработчики с этим что-то решили, повысили шанс выпадения, либо кто-то привирает. Ну, во втором я очень сильно сомневаюсь, поэтому осмелюсь предположить, что все-таки это не более чем дикое стечение обстоятельств. Мне, допустим, из песочных контейнеров нифига нормально ничего не выпадает. По моей статистике приблизительно 1 сертификат на 10 контейнеров. Ну, там уже как бог пошлет. Можно забрать сертификат за 7 контейнеров, а можно забрать за 15. Поэтому в среднем где-то 1 на 10 контов. Я бы сказал, что это не сильно выгодно, особенно с учетом того, что оттуда выпадают коллекционные машины, которые, как правило, есть в наших ангарах, если мы их не продавали. Ну, а если они есть или мы хотим их продать, то там, как правило, где-то 50-100, ну, пускай 150 золотых монет за каждую машину. Поэтому я и считаю, что песочные контейнеры не удались абсолютно. Ну что, 300 золотых монет. Потихоньку идем все дальше и дальше. Я сейчас вышел в плюс по одной простой причине, потому что открыл контейнер, из которого получил гарантом 1000 золота. Только это, в принципе, меня спасло из ухода в существенный минус. Но это не панацея. Не всегда так получается, потому что талисманов не всегда нужное количество есть. Забираю легендарный внешний вид. На удивление. Почему говорю на удивление? Потому что шансы выпадения тех же самых кредитов или свободного опыта были куда выше. Опять-таки повторюсь, что в последнее время то, какие шансы на что-то, кроме главной награды, не говорит о том, что именно в порядке возрастания шансов, точнее, в порядке понижения шансов, все будет выпадать. То есть сначала будет выпадать награда с более высокими шансами, а потом уже с более низкими. Нет, ребят, тут в пределах самой рулетки, кроме главной награды, танцуют рулетки как хотят. Но, как правило, все равно не в нашу пользу. Но это принцип казино. Здесь не спрячешься никуда. Если казино будет раздавать награды всем, и в нем все будут выигрывать, то казино обанкротится. Ну и тогда уже казино уйдет в минус. Ну а, соответственно, прекратит свое существование. Едем дальше. Что забираем? Наконец-то. Наконец-то мистические контейнеры. Ну, давай сертификат мне. Это все-таки твинк, который должен быть подкручен, как ни крути, из-за того, что я не играю на нем. Но! А хрен тебе, говорит ГСН. Забирай своих 200 голды. Все, ребят, на этом Мистика 2 закончилась. 950 золотом становится все дороже и дороже. Забираю иксы. Ну и, скорее всего, сейчас с этого прокрута, а он будет уже для меня последним, я заберу себе либо серебро, либо вот эту вот желто-синюю коробочку, которая меня раздосадует прям совсем. Хотя не могу сказать, что серебро обрадует. Ну вот, смотрите сами. 1150 золотом я отдал за 100 тысяч серебряных монет. По большому счету, 2 боя на какой-нибудь фармящей восьмерке. На этом, ребят, все. Голда закончилась. Ну, как закончилась? Есть еще в запасе, но я не буду ничего продавать для того, чтобы сделать еще один прокрут. Теперь давайте по шансам. Шанс выпадения танка. Даже не полпроцента. Даже не 0.5, а 0.4. Контейнер с игре их все 16, контейнер с анимированного таром 20, контейнер с обвесом 8%, 16% за мистики просят и кредиты 40%. Короче говоря, я думаю, вам и так все понятно, к чему все идет. Идет все к тому, что TL7120, даже если бы я что-то сейчас продавал, я бы забрал исключительно на последнем прокруте. В лучшем случае на предпоследнем, но очень сильно в этом сомневаюсь. Ребят, искренне желаю вам большего везения, нежели было сейчас у меня. Лишний раз подтвердил, что мой аккаунт не подкручен, потому что подобные комментарии меня уже подзадолбали. Пошел снимать следующее видео специально для вас. Оно будет, как обычно, честным и абсолютно непроплаченным никем. Ну, а вам искренне желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.